Бюджетную политику региона на 2018 год. В эти дни завершается формирование проекта бюджета республики на будущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов. До 1 ноября он будет передан Верховных Урал. Так, до окончательного утверждения в качестве главного финансового документа, проекту предстоит пройти несколько этапов. В ходе заседания глава ТУВ и Шалбан Кароу подчеркнул, что бюджетные условия страны жесткие, и правительство региона ведет защиту инвестиций для республики на уровне Государственной Думы. На этот момент времени в бюджете 2018 года, в федеральном бюджете, 1,786,000,000 рублей предусмотрено на инвестиции в республику ТУВ. Это много или мало, то вам судить, но правительство ТУВ представило заявки в рамках действующих федеральных программ порядка 4,5 миллиарда рублей, и мы намерены защитить именно эту цифру. На этот момент времени 1,786,000,000 рублей, из которых 579,000,000 рублей, например, является строительство коммунального моста через реку Енисей в городе Козырь. Кроме того, регион обязан обеспечить снижение госдолга в размере более 2 миллиардов рублей. Однако, несмотря на это, в будущем году продолжатся социальные проекты по поддержке многодетных и малообеспеченных семей. Более того, проект «Социальный уголь» планируется расширить. Поддержку получат не только сельские семьи, но и многодетные семьи, проживающие в городах Кызыл, Туран, Шаганар и Акдурак. Также глава ТУВа отметил, что в республике необходимо внедрить электронную базу получателей социальной поддержки. Это позволит обеспечить ее прозрачность. Расходы у нас будут ставить порядка на 7%. То есть, казалось бы, вы увидите, что у нас на следующий год только поступление с федеральным бюджетом увеличится на более чем миллиард рублей. Но в то же время расходы у нас подрастают, как видите, на 7% относительно всего консердированного бюджета. Как всегда, наш бюджет остается социально ориентированным. Более 90% нашего бюджета – это первоочередные выклады и наши социальные обязательства. По данным Министерства экономики региона, в текущем году наблюдается рост промышленного производства на 12%. Кроме того, в этом году объемы ввода жилья составило 54 тысяч квадратных метров, что превысило уровень прошлого года на 18%. На регистрированном рынке труда отмечается снижение уровня официально зарегистрированной безработицы с до 3,3% и составило 4,3 тысячи человек. Отмечается рост среднемечной заработной оплаты на 2,9%. Министр финансов Тувы Орландо Стай отметил, что основными задачами по увеличению регионального бюджета остается расширение налоговой базы. Так расширяется перечень налогооблагаемых торговых центров, имеющих большие площади. С будущего года налоги на имущество будут платить те торговые организации, которые имеют от 1000 квадратных метров площади помещения. Первое. Сохранить социальные годы по транспортному налогу. Это инвалиды первой и второй группы, участники Великой Отечественной войны, Чернобыльцы и общественные организации, которые представляют инвалиды. А также сохранить налоговые каникулы и пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для стимулирования малого предпринимательства и бизнеса. Также в ходе заседания затронули вопросы открытости региона для туристов. При федеральной поддержке Тува продолжит реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это модернизация аэропортового комплекса, открытие международного терминала, обустройство нового направления федеральной трассы М-54, а также реконструкцию пункта пропуска Хандагайты-Баршо. Эти проекты станут основой для создания условий вхождения Тувы в трансграничный экономический коридор «Россия-Монголия-Китай», который обеспечит доступность республики и повысит инвестиционную привлекательность. Мы разделили сегменты туризма по всем нашим министерствам. Мы согласились, взяли на себя ответственность, что занимаются туризмом не только какой-то орган, который занимается туризмом. Это все министерства, все муниципалитеты. Разделили между собой. Те разобреты, которые курируют министерства, они также ответственны за эти сегменты развития туризма. Более детальное рассмотрение главного финансового документа республики начнется после его внесения в верховный хор Алтувы. По традиции Минфин Республики разработает бюджет для граждан, где документ будет представлен в простой и доступной форме. Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Закон наделяет судебных приставов исполнителей в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство для наложения штрафа. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей. Ранее судебные приставы не имели права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Отсутствие такой возможности вынуждало приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляло процесс производства. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко учредил Всероссийский день приема предпринимателей, который проводится во всех прокуратурах страны ежемесячно в первый вторник. Во исполнение распоряжения генпрокурора органами прокуратуры ТУВИ Всероссийский день приема предпринимателей проводится ежемесячно в первый вторник с 9 до 17 часов. Очередной Всероссийский день приема состоится 7 ноября. Это сделано для того, чтобы прокуроры максимально оперативно реагировали на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительно их пресекали. В этот же день пройдет прием прокурорами районов города Кызыла к Кызылским межрайонным прокурорам по месту нахождения прокуратур. Редактор субтитров А.Семкин